Можно? Можно? Можно. Такая уже международная европейская организация, институт. Это давний друг и эксперт школы Александр Граф Ламсдорф. Я должна только еще ему сказать, то есть ему напомнить, что в 1994 году здесь выступал его отец, который в это время был в немецком посольстве в России. Вам я хотела бы рассказать часть истории этой немецкой семьи, которая 500 лет жила в России. И я не знаю, как это, прапрапрадед Александра был министром иностранных дел Российской империи при царе Николае, при императоре Николае II. И только после русско-японской войны он ушел в отставку. Это семья, которая тех самых немцев, мы знаем их много по русской литературе, которые много делали для того, чтобы создать вот то, что называется в хорошем смысле российской бюрократии. Как это удалось сегодня, мы слышали от Максима. Но я надеюсь, что традиции и моральные и этические принципы, которые были у создателей, которые умели уйти в отставку, это на самом деле очень важный элемент, потому что все прекрасно и чиновникам, и бюрократам быть хорошо, то есть функционерам. Только при этом не надо изменить некоторым моральным принципам и жить в соответствии с ними. Тогда все будет получаться, во всяком случае, имидж, образ чиновника в обществе. И поэтому я с радостью открываю эту встречу. Александр приехал действительно только на эту сессию. И тема, которую он предложил, и мы ему предложили, называется «Европейский кризис». И я хочу еще одну вещь сказать. В дальнейшем сессии будет вести Андрей Захаров, потому что он лучше меня и многих других понимает в слове «регламент». И потом он очень образованный, он будет делать замечательные всякие паскрипты. Спасибо. Спасибо, Лена. Я буду говорить на английском языке, потому что мы русский, это очень плохо. Позвольте мне начать. Простите, вам нужно надеть наушники для перевода. Позвольте мне начать с того, что хочу поздравить вас, Елена, и Московскую школу политических исследований с 20-летней очень важной работой, которой вы вели 20 лет. Насколько она была и насколько она все еще считается важной спустя 20 лет после основания школы. Это все свидетельство тому, то огромное количество людей, которые сидят в этом зале. Опять у нас больше желающих, чем возможности вместить. Столько много людей приехали сюда и, по сути, пожертвовали частью, сичь на своим отпуском и своими праздниками. Я думаю, это как раз прекрасно свидетельствует о той замечательной работе, которую вы проводите. И когда вы говорите о моральных и этических ценностях, которые должны присутствовать в политике, на государственной службе и в бизнес-сообществе, я думаю, что именно вы делаете большой вклад в это дело в своей стране. Я хочу вас за это поблагодарить. Сегодня я хотел выступить о Европейском Союзе. Вот то, что мы сейчас видим, это переплетенный и кризис, и успех. И я хотел бы выступить на эту тему, начав с того, что я поделюсь с вами своим представлением о том, что такое Европейский Союз. Поскольку для многих людей это до сих пор так и не совсем ясно. Министр иностранных дел Германии несколько лет назад, я думаю, это он, выразился очень хорошо. В это время был Йошка Фишер. И он выступал о Европейском Союзе. И говоря о нем, сказал, что это союз государств и союз людей. Если мы хотим понять Европейский Союз, я думаю, что это очень хороший способ постараться на него взглянуть таким образом. Позвольте мне начать с, прежде всего, освещения аспекта, что такое союз государств. Как вы все помните, Европейский Союз еще в 50-е годы были заложены его основы. Очень вскоре после Второй мировой войны Германия тогда еще была разделена и частично была оккупирована. Однако Франция и Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург решили, что они включат, интегрируют Германию в этот союз государств с целью длительного примирения. И длительное, долгое, продолжительное примирение, это казалось похожим на идеал, на некую мечту. Но люди были совсем не мечтателями в то время. Что они сделали? Они, по сути, закрепили вот это понятие примирения за счет того, что они, по сути, соединили контроль над теми двумя аспектами, которые считались необходимыми абсолютно для ведения войны. Это угол и сталь. То есть они необходимы были для ведения любой войны. То есть это было идеально. Но, с другой стороны, прекрасно было материальное подкрепление, чтобы скрепить этот союз, этот идеал. Конечно, идея была в том, чтобы сделать его юридически обязательным. В этом был смысл этого союза государств. И с годами, с десятилетиями это понятие примирения стало столь хорошо самому по себе понимаемым, что сегодня люди, люди, которым за 20 только во Франции, в Бельгии, в Германии, живущей в Италии, они даже об этой идее просто и не знают больше, потому что война между европейскими странами стала совершенно немыслимым делом. Единственный конфликт, который мы сейчас имеем, это порой, порой. Это корруппа конфликтов в футболе. По поводу футбола. И вы, наверное, уже слышали, как мой голландский коллега, присутствующий здесь, и я немножечко устал, простите. Мне вчера пришлось смотреть, как играют немцы. Вот этот национализм в Западной Европе проявляется теперь вот так мерно, просто, и мы хотим, чтобы он таким и оставался. Однако, с точки зрения союза государств, очень важно признать, что соединение вместе всех ресурсов, совместное принятие решений на европейском уровне вовсе не означает, что наше государство-члены больше не играют никакой собственной роли. И вовсе не так. По-прежнему, каждый из них сохраняет свою важность. И Польша, и Франция, и Германия очень важная страна, и Нидерланды, и так далее. Каждый из них. То есть, есть постоянный конфликт. Конфликт между централизацией в Брюсселе тем, что называется субсидиарность, что означает, что государства-члены принимают те решения, за которые они несут ответственность. То есть, в действительности мы говорим, что у нас как перетягивание каната. Что-то решают, принимают решения, какие-то решения принимаются в Брюсселе, а другие принимают совостоятельно государство-члены. И это самим гражданам не так легко понять. Потому что им не совсем понятно, кто же за что, в конце концов, отвечает. А в демократии важно то, чтобы голосующий избиратель мог отказать в праве переизбрания тому политику, которому он не доверяет. Вот. И если, пожалуйста, посмотрите, например, на Николая Саркази, так и получилось. Его буквально послали домой. И именно этого больше всего сейчас боится президент Обама, что его не переизберут, вместо этого отправят домой отдыхать. Но в Европейском Союзе это важнее, потому что это союз государств. И вот там мы видим постоянным конфликт между Брюсселем и столицами национальных государств. Вот этот союз государств. Затем есть союз людей между людьми. И вот в этом смысле это не политически, это практически. Без политики, понятное дело, он не был бы действенным, он не работал бы. Ничто не получалось бы то, что мы принимаем решения в Европейском парламенте без сотрудничества и кооперации государств. Но говоря в практическом смысле, люди в Европейском Союзе, как вы знаете, люди могут работать где им угодно. Они могут путешествовать туда, куда они желают поехать. Они могут продавать свои продукты, свои товары, как угодно, кому угодно. В пределах Европейского Союза они могут предлагать услуги. Например, архитектор из Бельгии может построить в Германии дом. Проблемы в этом нет. Можно вести торговлю, можно учиться. Если вы студент, вы можете пойти учиться в другой университет, в другую страну. То есть, с практической точки зрения это все понятно. Вот к этому сводится союз между людьми, где каждый день опыт, который они получают, это, по сути, огромный такой диапазон и территория свободы. И в действительности это зона или свобода. И, слово, с экономической точки зрения, это самая крупная и самая процветающая экономика в мире. Она крупнейшая из Соединенных Штатов Америки. Там 500 миллионов, простите, человек живут. При этом ВВП больше, чем ВВП Индии, Китая, США, любого государства. То есть, с практических точек зрения, работа, благосостояние людей зависит от того, чтобы этот огромный рынок работал хорошо. И все это гарантируется, гарантируется законом. Европейский, соответственно, суд в Люксембурге будет обеспечивать непрерывное функционирование системы, потому что, как вы понимаете, иногда происходит конфликт интересов. Ну, очень пример сиюминутной. Вот немецкий производитель, например, Mercedes, BMW, Audi, Porsche. Ну, вы понимаете, они очень успешны. Я думаю, не так трудно понять. Достаточно по Москве походить пять минут, чтобы понять, что они действительно успешны. Итак, итальянские и французские автомобилестроения, которые имеют более маленькие машины, не столь успешные, и тогда говорят, что государство будет давать государственные субсидии, субсидии, простите, Peugeot, Fiat, Citroёn, а этого нельзя. Это разрешено, потому что должно быть одинакое правило игры в этом едином пространстве, и европейский суд не позволит этому происходить. И европейская комиссия тогда назначит некие штрафные санкции против государств. А Германия дала такую нелегальную субсидию Volkswagen, и пришлось взять ее назад, отдать ее в общий бюджет и еще со штрафом заплатить. Вот такая система. То есть есть люди, есть граждане, а есть и суд, который гарантирует, что у нас будет одинаковое правило игры и будет справедливая конкуренция. Почему я вам это говорю? 99% того, о чем я вам сегодня говорю, наверняка вам уже известно. Потому что если вы посмотрите на кризис евро, кризис европейской валюты, который постиг у нас сегодня, вы можете понять его только, если вы поймете, что есть вот эта динамика между централизацией и децентрализацией. И понимание ее абсолютно необходимо. Почему? В начале, когда создавалась зона евро, мы создали, вернее, европейский центральный банк создал единую валюту. Но у нас до этого 17 государств вошли в зону евро, которые совершенно независимы, децентрализованы. У них своя собственная налоговая политика. Итак, каждое государство-член Евросоюзов, которые входят в зону евро, может делать со своим бюджетом все, что им угодно. Теоретически, они были связаны определенными обязательствами отвечать соответственным критериям. То есть, дефицит никогда ни в один год не должен превышать 3% ВВП и задолженность не более 16% от ВВП. в любой отдельно взятый год. Итак, если, однако, страна перейдет вот этот порог, кто им будет говорить? Кто будет говорить этой стране, что они не должны так делать, не должны так поступать? Интересно, это вот один из примеров, когда вы видите, что вот этот конфликт централизации и децентрализации, вот он проявляется лучше в себя. То есть, страны между собой договорились, что СОП ничего по этому поводу сказать не может, потому что они хотят оставить за собой право на национальном уровне принимать решения. И из-за этого создалась такой вот беспорядок, такой хаос. Потому что что произошло? Не было ни единого централизованного института, который бы контролировал то, что делают государства-члены. И когда же в третьем-четвертом году Германия и Франция, самые две крупные экономики, два самых крупных государства в Евросоюзе, как раз чуть-чуть перешли этот порог, и Европейская комиссия сказала им, позвольте, вы идете в неправильном направлении. Тогда Германия и Франция согласились несколько смягчить эти критерии, чтобы вот этот пакт о стабильности был выполнен, и продолжать все по-старому, все неправильно делать. Но это было, по словам Джорджа Оруэлла, осуществление того принципа, что все равны, но некоторые более равны, чем другие. Я не знаю, можно ли это перевести на русский, но я думаю, что вы справитесь. Германия и Франция столь крупные страны, что им это сошло рук. Они могли это сделать, маленькая страна вряд ли. Итак, пакт о стабильности был нарушен. Германия и Франция, которые были самыми главными экономиками в этой зоне, они это сделали. Поэтому для малых экономик не было никакого принципа соблюдать финансовую и бюджетную дисциплину. Конечно же, некоторые страны здесь просто безудержно стали злоупотреблять этим. Например, прежде всего это Греция и Италия, две страны. Каковы различия между двумя странами? Дело в том, что в Греции, слову говоря, вообще нет конкурентоспособной экономики, и их уровень задолженности были просто скрыты, поскольку бюро статистики, оно там играет с цифрами. Они в Брюссель посылают, по сути, они нам солгали, они нам посылали такую свою отчетность. Вот именно поэтому наше терпение в отношении к нашим друзьям в Греции совершенно близко к тому, чтобы иссякнуть. А в Италии же у вас, конечно, конкурентоспособная экономика, это сильная страна, но они так и не снизили свою задолженность. У них 120 процентов, то есть уже когда они вошли в еврозону, строго говоря, их нельзя было и принимать. Но тогда приняли политическое решение, потому что Италия была одним из государств-членов, основавших Европейский Союз и игравшая центральную роль во всем этом деле примирения, о котором я говорю. То есть были не только политические, а и экономические какие-то мотивы. И Италия не воспользовалась тем возможностью снизить размер своей задолженности, когда было 10 лет низкие процентные ставки. Что случилось в 2010 году? Греция, по сути, взорвалась в ситуации. Новое правительство пришло к власти, это были социалисты. Они посмотрели на цифры, цифры им были уже известны, и сопоставили их с реальными цифрами, которые все-таки им рассказали, когда они пришли к власти, и они поняли, что страна уже разорена. Разорена и страна в дефолте, то есть она не может выплатить внешний долг, и, скорее всего, не может больше платить своим бюджетным врачам, преподавателям университета, врачам, преподавателям, полицейским, армии и так далее. Что сделал премьер-министр Греции? Он явился в Брюсселе и сказал, мы разорились, нам нужна ваша помощь, нам нужна ваша солидарная поддержка. И все просто ахнули, все были просто поражены, удивлены, потому что мы и не подумали, что дело обстоит столь плохо. Что в то время решили? Решили предоставить кредит грекам 110 миллиардов евро, чтобы просто они еще были на поверхности, чтобы не избежать коллапса, и в то же время начать систему, которая позволила бы, смогла стабилизировать еврозону. Вот этот рецепт, если можно так сказать, он уже действует два года, все это в 2010 году произошло. И я полагаю, я полагаю, что в конце концов, что вы увидите в ответ на этот кризис, все вернется к тому первому, о чем я говорил, вы увидите гораздо более сильную централизацию внутри зоны евро. И вы увидите, что внутри зоны евро, что будет некое уменьшение суверенитета, будет более сильный контроль со стороны института в Брюсселе с точки зрения ответственности. И Брюссель будет как бы больше надзираться над государствами-членами. И гораздо так жестче будет этот контроль, чем кто-либо мог вообще вообразить 10 лет назад. Хорошо это или плохо? Я лично полагаю, что это хорошо. Почему? Посмотрите на историю Европейского Союза. Евро было абсолютно центральным элементом для создания сплоченности, единства, для того, чтобы страны привести ближе друг к другу. Евро – это вторая резервная валюта по величине во всем мире. Соединенные Штаты несколько скептически относятся в отношении к евро, потому что, вы понимаете, евро может представлять собой вызов инвесторам, которые, положим, не хотят вкладывать в доллары, хотят вкладывать в евро, поскольку это важная валюта. И если евро, собственно говоря, провалится, и все вернутся к национальной валюте, то это будет катастрофой для европейской интеграции, потому что процесс слияния, процесс единой стремлений и движений в направлении единой Европы будет прерван. Именно поэтому я полагаю, что макроэкономическая централизация была бы очень разумной в такой ситуации. Будет ли этого достаточно, чтобы стабилизировать валюту? Будет ли достаточно, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать держать вот эту валюту? Признаться честно, я не знаю, потому что сейчас вот с этим банковским кризисом в Испании, только вчера Испания попросила помощи. У нас самые уже крупные страны экономики попадают в беду. Греция, ну, вы понимаете, очень-очень маленькая. Это всего 2% от ВВП Европейского Союза. Ну, это небольшое такое уж дело-то. Велика беда. А вот Италия большая, Испания большая экономика, и этих стран нужно тоже защитить, и Францию тоже нужно защитить. Почему? Потому что внутри зоны евро у нас есть тоже некая конкуренция и различие. Конкурентоспособность Германии, Нидерландов, Финляндия, Эстония, много выше, настолько выше. И в случае развития у них что-то гораздо лучше, чем, допустим, во Франции, в Испании, в Италии. Поэтому нам нужно дать этим странам время, чтобы они снова наверстали и выровнялись с конкурентоспособностью. Если вы посмотрите на их товары, на экспорт, на все эти экономические индикаторы, которые могут вместо вам рассказать, Франция теперь на 20% упали ее доли в экспорте в мире. Германия больше экспортирует за последний год, больше, чем Китай, чтобы вы поняли, до сравнения. И вот с этим общим, единым валютным союзом это сложно, потому что больше нельзя провести девальвацию. В старое время, каждые 3-5 лет проводилась девальвация валюты в Италии. Сейчас это больше невозможно делать, потому что в этих странах тоже предназначены какие-то иные меры. Им нужно реформироваться, им нужно улучшать свои экономические показатели. И в случае, если они хотят провести внутреннюю девальвацию, это сложный вопрос. На самом деле, в политическом плане это очень сложный вопрос. Любой политик скажет вам, что граждане вашей пенсии, в таком случае пенсии не будут расти, не останутся забороженными. И тот возраст, в который вы уходите на пенсию, его придется повысить, поскольку те люди, которые работают, они должны зарабатывать деньги для того, чтобы вам платить пенсии. Людям-то не понравится, и профсоюзы, наконец. Придется сократить их требования в отношении зарплат, поскольку это слишком дорого окажется. Никто не будет покупать. Таким образом, заработки играют большую роль, они просто противоспособность поддерживают. Это все становится очень трудным для политики, для того, чтобы объяснить своим гражданам, что они предпринимают и зачем. Объяснить, как и что они делают. В то же время, как мне кажется, в конце этого процесса, в конце концов, мы сумеем сделать все, что необходимо для того, чтобы стабилизировать евро, в том числе и Германия. Германия должна будет гарантировать хотя бы частично, что те долги, которые были заимствованы, будут выплачены. Это то, чего не хотят немцы. То есть мои соотечественники, моя политическая партия также не хочет этого. Наша экономика чувствует себя прекрасно, но вместе с тем, несмотря на то, что у нас есть проблемы с финансами, вместе с тем они в нормальном состоянии. И, на самом деле, всю ответственность, которую нам нужно разделять, почему мы должны, на самом деле, гарантировать все, как в качестве кредитора. Честно говоря, я до какой-то степени понимаю, почему так должно быть. Но если мы посмотрим на те вызовы, которые перед нами стоят, в каком направлении двигается Европа, и где она будет в 21 веке через несколько лет, то есть это будет 27-28 небольших государств, или это будет один сильный Европейский союз, мой ответ очевиден. Я хочу сильный Европейский союз. Это означает, что все обязаны делать все, что с них зависит, для того, чтобы обеспечить успех этого союза. И теперь хотелось бы сейчас вернуться несколько к тому, что представляет собой Европейский союз. Может быть, через 10 лет, можно будет более проще будет ответить. То есть это один какой-то союз, в котором имеется 27 стран-участниц. Скоро будет 28. Хорватия скоро присоединится, очевидно. Но через 10-15 лет у нас будет совсем другой союз. Сегодня у нас только один договор, в соответствии с которым мы существуем. Но через пару лет, очевидно, появится Европа, которая движется на двух скоростях. То есть страна еврозоны. Сейчас требуется предоставить только много совместных решений и жертвовать суверенитеты до большой степени. Многие страны не хотят отказываться от своего суверенитета. Они просто не в состоянии, часто, это сделать по политическим причинам. Или, может быть, они в экономическом плане не способны присоединиться к денежному союзу евро. Таким образом, имеется у нас такое вот ядро европейское. Это Франция, Германия. Надеюсь, что там будет еще Испания, Италия, Словения, Эстония. Нет, Великобритания нет. Вопрос, какие это слышали? То есть вот это вот европейское ядро. И вокруг это имеется целый круг стран, которые не хотят настолько двигаться. Вот, кстати, Британия – это прекрасный пример. Великобритания не желает присоединяться к Евросоюзу. То есть к валютному союзу. Они хотят сохранять свою собственную валюту. Вместе с тем, процедурой, которая необходима для того, чтобы стабилизировать евро, они устраиваются таким образом, чтобы никто не мог нас остановить в этом процессе. Я считаю, что... То есть хорошо это или плохо, я не знаю. Этот вопрос следует себе задавать. Плохо это или хорошо. Но мне кажется лично, что это хорошо и почему. Дело в том, что это, скажем так, уравнивает и, так сказать, уравнивает шансы со всех сторон. И в конце концов, я понимаю, что у нас будет потом дискуссия. И мне кажется, вы будете задать много вопросов. Мы еще все вопросы эти обсудим. Но вот эти две фундаментальные видения Евросоюза. Первое, это то, что я называю, то, что основатели в свое время, как они смотрели на Европейский Союз. Является ли Евросоюз актором? То есть, насколько он представляет собой вот такую сильную силу, которая объединяет все силы экономические, политические и прочие, то есть, которые действуют на основе верховенства права. Так это или нет? Я называю такое видение брюссельское. Видение из Брюсселя, так сказать, видение отцов основателей. Это Бене, Аденауэр, Шоман, Дискар и так далее. Имеется еще второе представление о Евросоюзе. Это Европейский Союз, как геополитический стабилизатор. Это видение, где вот эта связь, взаимосвязь не настолько важна, что на самом деле важна. Это стабилизация. Стабилизация такого вот, скажем так, опасного соседства. Это расширение, чтобы эти люди, которые разделяют такое видение, очень важно, чтобы они разделяли Балканы, в частности, с точки зрения тех людей, которые придерживаются такой точки зрения, чтобы, поэтому Центральная Европа и Восточная Европа должны присоединяться, чтобы они могли стабилизировать такие страны, как Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария и все прочее. Когда они находятся внутри Союза, и было необходимо им вступить, тогда рыночная экономика и все остальное выступили в качестве стабилизаторов. Эти люди, которые разделяют, они думают, что, наверное, скоро присоединятся еще Турция, и Грузия, и Молдавия, и Украина. Мне кажется, что это на самом деле Лондон. Это видя из Лондона в таком случае, Европейскую Союзу. Или, может быть, видя из Вашингтона. Если вы посмотрите из Вашингтона на Европу, вы видите очень успешные, процветающие группы западных стран, и, конечно, их трудности с валютой, но довольно сложное, так сказать, положение в их окружении. Это не то, чтобы неправильное видение. Его нельзя назвать неправильным. Это просто сильно отличается от первого взгляда, и поэтому по сегодняшний день они непримиримы. Никто не может дать, на самом деле, четкие ответы, что представляет Евросоюз, то есть это актер, который что-то делает, или это какая-то функция, стабилизатор такой своеобразный. Поэтому идёт два разных взгляда на Европейский Союз. Поэтому он как бы движется в двух направлениях. И поэтому в сердце Европы имеется целая группа стран, которые имеют достаточно возможность для того, чтобы совместно действовать и решать все вопросы. Но одновременно они очень... Кто от этого больше всего выиграет? Кто будет стабилизирован от такой деятельности? Поэтому, в конце концов, этот кризис, который сейчас оказался с евро, может быть, какие-то положительные результаты тоже будут получены и извлечены из этого кризиса, в том числе. В том числе, как мы преодолеваем такой кризис, как мы принимаем правильные решения, как мы учимся на своих ошибках. И мне кажется, через 10-15 лет мы увидим более сильный, более мощный Европейский Союз, чем тот, который у нас сегодня. Я надеюсь на это очень сильно, что в ближайшие годы это так и будет. Большое спасибо за Ваше внимание. Уважаемые коллеги, сейчас по нашему обыкновению будет сессия вопросов и ответов, часть, посвященная вопросам и ответам. Пожалуйста, я прошу Вас собираться с мыслями, с тем, чтобы адресоваться к нашему эксперту. Мы собираем по три вопроса. Судар, у него вот второй ряд, прошу. Да, да. Пожалуйста, в микрофон, называя себя. Баронова Мария, Москва. So my question is, why didn't you... Мой вопрос, почему они не рассказали о Великобритании, поскольку она тоже, она является частью Европейского Союза, но она не участвует в валютном союзе. И она, скажем, не следует полностью тому курсу, которому следует Евросоюз. Покомментируйте. У нас есть ударный синхронный перевод, и мы не должны оставлять наших профессиональнейших переводчиков без работы. Прошу прощения, могу я повторить по-русски? Ну вот именно поэтому я и просил сразу так делать. Окей, мой вопрос был связан с тем, что... Но он уже переведен был. В данной лекции. Но при этом, с моей точки зрения, это ключевая страна в Европейском Союзе. И все зависит от того, куда она в течение ближайших 15 лет пойдет. Соответственно, мой вопрос к выступающему. Что, с моей точки зрения, будет в этой области? Так, продолжаем. Пожалуйста, Леонид Исаев, прошу. Я перепутал ваши руки, коллеги. Алиса, вам слово, прошу. Алиса Шишкина. Алиса Шишкина, Москва. Господин Ламсдорф, спасибо за выступление. И я хотела бы задать вопрос, который касается двух европейских судов. Я имею в виду суд Европейского Союза и Европейский суд по правам человека, который традиционно ассоциируется с Советом Европы. Оба эти механизма представляют собой довольно успешные и продуктивные процедуры решения многих злободневных проблем. Однако в некоторых сферах их полномочия перекрывают друг друга. Ну, я имею в виду, прежде всего, права человека. Скажите, пожалуйста, видите ли в этом проблему, которая в дальнейшем может стать препятствием и спровоцировать некоторое непонимание между Европейским Союзом и Советом Европы. Спасибо. Так, и прошу, коллега, вам слово. Да. Спасибо. Расходчиков Алексей Саратов. Возвращаясь к экономике, процесс централизации, о котором вы говорили, и говорили, скорее всего, о том, что он будет усиливаться в Евросоюзе. Как на ваш взгляд, вот насколько это актуальная на сегодняшний день, точнее, возможная мера, учитывая то, что экономики регионов растут, растут даже экономики регионов внутри национальных экономик, они уже за последние десятилетия стали достаточно крупными, они очень отличаются экономики региональных даже внутри наций друг от друга. Насколько централизация даже в плане введения каких-то единых правил будет эффективна в такой ситуации? Спасибо. Коллеги, пока все. Первый раунд вопросов мы исполнили. Прошу вас. Большое спасибо. Мне кажется, что первый вопрос, который касается Великобритании, действительно, он становится все более важным, то есть роль Великобритании. И ответ, который сейчас в отношении того кризиса, который идет из Великобритании, тоже очень важен. Мои ожидания таковы, что очевидный этот ответ, который дает Великобритания, будет по-прежнему расширять вот эту пробость, которая разделяет Великобританию основную часть Европейского Союза. Почему я так думаю? Почему я так говорю? То есть не то, что небольшой друг Великобритании здесь никакой антипатии нет. Там консерватор у нас сидит. А, хорошо, привет. Но, на самом деле, в любом случае, я знаю, что я говорю. А почему? Великобритания. Великобритания приняла несколько решений, что касается политики Евросоюза, в отношении политики Евросоюза. И все стало очевидно, что в этой вот Европе, которая движется на двух, скажем так, имеются два вида членства в этой организации. То есть те, которые находятся в еврозоне, и при этом, в том числе, они не все являются участниками шенгенской зоны, потому что она, в конце концов, на острове находится, поэтому она не может туда находить. Потом есть еще Харте, фундаментальных прав, и Британия не хотела от них отказываться, и поэтому было непонятно, почему на самом деле Европейский Союз должен придерживаться всех вот этих вот положений. Но, кроме того, там еще социальные права, они тоже создали определенную проблему. Были разговоры о том, что нужно провести референдум в Великобритании с тем, чтобы определиться, как по-новому определить отношения с Евросоюзом, как это строить. Если эти решения, которые в Великобритании, все имеют право принимать это решение, конечно, все в них участвуют в принятии решений, но вопрос заключается в том, что это вполне достаточно интересно. Премьер-министр, который консерватор, и на самом деле более скептично всегда ко всему относится в плане членства Великобритании в Евросоюзе, он настаивал на том, чтобы члены Евросоюза, они должны действовать совместными усилиями, я согласен, они должны действовать совместно. И он сказал, что Еврозона должна централизоваться с тем, чтобы стабилизировать Евро, и это обеспечивает еще большее, так сказать, повышение уровня суверенитета в плане Евросоюза, как образование, а не отдельных стран. Таким образом, в такой Европе, которая идет на скоростях, это получается... Не хотелось бы кто-нибудь на периферии, как, скажем, Турция где-то еще, и хотелось бы принимать решение всех решений, которые принимает Евросоюз. То есть это очень важно. Я хотел привести вам какой-то пример с моей работы в парламенте, когда вот мои граждане сказали, мы обсуждали как-то вопрос Евро, и это был экономик, который занимался вопросами экономики и финансов, но председателем был британец, и когда мы обсуждали вопрос Шенгенской эре по гражданским свободам и прочим, и тогда британские коллеги, он проголосовал за это в то же время, когда они участвовали в этом союзе. Поэтому с демократической точки зрения я не мог его понять. На самом деле, мне кажется, нужно голосовать за что-то такое, что, скажем, сказывается на ком-то, на какой-то нации, которая представляет. Вот это, мне кажется, более логично. Поэтому вот эти два суда, о которых вы спрашивали, Европейский суд Евросоюза, это суд правосудия, а прав человека, это действительно правильно сказали, это святы Европы. Но при этом есть какое-то там неразумение. Дело в том, что в Лиссабоне они определили хартию базовых фундаментальных прав, а Европейский суд, у него имеется юрисдикция, которая распространяется на всё то, что всё в том числе и покрывается и судом по праву человека. И те решения, которые выносятся, некоторые решения, вы согласитесь, но некоторые решения абсолютно ужасные. Европейский суд, он решил, что, скажем, что заключённые в тюрьме должны иметь право голосовать, в то время, когда они не должны такого права иметь. И поэтому это... Сейчас обсуждается вопрос, это что-то... Они говорят об этом суде, о правах человека, как это суд Микки Мауса или что-то типа этого, но вот действительно, они где-то и прихлёстываются, то есть друг на друга они занимаются одним и тем сферами, но действительно, права человека там... Они... У них задолженность... Они ещё до сих пор не обсудили, не рассмотрели порядка десяти тысяч различных дел, то есть задолженность такая, перед обществом. И его коллега очень сильно уважают, но очень медленно работают. Если... Если в европейский суд право от судья, он довольно быстро принимает свои решения, то это будет оперативно, но в догматичном плане, мне кажется, в практическом плане, он может какую-то... Но в практическом плане будет более полезным. Вопрос касается экономики, это очень серьёзный вопрос. Каким образом, как это действует, как мы хотим добиваться финансовой централизации, у нас имеется столько разных, много экономики. В общем, мне кажется, одна из причин, по которой наши граждане, у них имеются проблемы такого рода, у нас имеются проблемы краткосрочные, среднесрочные проблемы, краткосрочные проблемы, это ликвидность. Греция, Ирландия, Португалия, наконец, у них имеются проблемы с ликвидностью. Им нужны деньги для того, чтобы экономика действовала. И всё, что им нужно, им нужно какой-то помощи, это краткосрочные проблемы. С другой стороны, проблема, скажем так, конкурентоспособности. Им нужно производить социальные реформы, вводить инновации, чтобы быть конкурентоспособными и быть реалистической экономикой. И мне представляется, что нам нужно правильно прожить последующие пять-десять лет с тем, чтобы произошла такая вот конкурентоспособность этих стран. Мне кажется, немцам это не понравилось, быть немецким избирателям. Но Германии также придётся финансировать какие-то менее конкурентоспособные страны. И это не только Германия и прочее. Вот большая тройка, скажем, тоже придётся помогать таким странам. Это касается и Австрии, и Финляндии, и прочим. Но это действительно очень серьёзный вопрос. Но в среднесрочном плане это должна быть или конвергенция, или какое-то перемещение каких-то прочей вещей. Это так должно стать. Прошу вас. Так, я обещал. Светлана, прошу. К микрофону, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Калина Светлана. У меня вопрос касается следующего, так скажем, момента. Вы очень тонко обозначили, так скажем, противоречие, можно сказать, конфликт между старыми странами Европы, это странами-основателями, и новыми странами. Возможно, новые страны, они не получают всех преимуществ или выгод Европейского Союза. Из-за этого предлагают новые форматы работы. И меня вот интересует вопрос, насколько сегодня Европейский Союз является условием, которое помогает преодолевать экономический кризис, или же это то условие, которое является препятствием в новых экономических условиях. Так, спасибо. Продолжаем. Коллега, вам слово прошу. Да, да. Максим Грифцев, город Ставрополь. Скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, сейчас есть такое противоречие. Национальное правительство борется за электорат, и Франция показала, что Сарказий проиграл. И получается такая ситуация. Правительство, возможно, понимает, что нужно идти на непопулярные меры, но боятся не быть переизбранными. И получается, что Европа в принятии решений постоянно отстает на 2, 3, 4 месяца. Нужно срочно принимать меры, а пока идет согласование, саммит и так далее, время уходит. Есть ли понимание в Европе, что нужно часть полномочий национальных правительств передать общеевропейским структурам? Спасибо. Так, и, сударыня, последний вопрос. Вы. Новосибирская область, Шатрина Ольга. У меня тоже по новым странам вопрос, на самом деле. То есть, насколько вообще Евросоюз готов к вступлению новых стран? Тем более, не самая крепкая экономика. Не ослабит ли они позиции Евросоюза и Евро? Спасибо. И пока все. В Новосибирске. Я как-то зиму провел в Новосибирске в городке. Футбол там играл и учил русский язык. Это было в 96-м году. Вопрос, который касается соседей. Это старые страны и новые страны, и страны-кандидаты, как мы их называем. Действительно, это достаточно сложные вопросы. Действительно, вопросы взаимосвязаны. То есть, не то чтобы конфликт у нас был внутри Евросоюза сегодня, между старыми странами и новыми странами. Скажем, Бельгия и Латвия, Италия и Словения. Конечно, у нас такого вопроса нет. Такой проблемы тоже не существует. Проблема конфликта в рамках еврозоны. И внутри еврозоны имеется два одного государства. Это Эстония, которая сейчас показывает поразительное экономическое благополучие Словении. Словакия. Словакия. Так же Словакия еще. Словакия тоже в экономическом плане очень нехорошо развивается. Там самое большое количество автомобилей на душу населения производит, между прочим. Но это не самый большой вопрос. Это просто о том, что в рамках еврозоны есть страны, которым требуется стабилизация. Есть страны, которые проводили политику, которая требовала больших капиталовложений, вложений, которые нужно платить за стабилизацию, в конце концов. Вот здесь, отсюда и берется конфликт. То есть конфликт между... Францей находится посередине. Это страна, которая традиционно представляет стабильные страны. Но она очень близка к Германии, в том числе. Что касается расширения Евросоюза, и ваш вопрос, то есть, насколько мы готовы принять новые страны с слабыми экономическими показателями. Хорватия, мне кажется, будет последней новой страной на причине какого-то времени. Уже говорилось о том, что... Традиционно говорили, что расширение, это был большой успех. При этом, это действительно, что касается Латвия, Эстония, Литва, Польша, Чехословакия, 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 Венгрия, несколько иное положение. В связи с тем положением дел, которое сложилось внутри Румынии, Болгарии, там вопрос у нас возникает в отношении того, как это все будет развиваться. Если посмотреть на Скандинавию, там тоже очень положительно то, что получилось это расширение, Финляндия в том числе. Я думаю, что здесь у меня такие вот двойные чувства могут быть. Но в целом, если сегодня говорить об этом, на сегодняшний день расширение замедляется. Оно замедляется, и сегодня, мне кажется, трудно говорить о том, что Турция может присоединиться к Евросоюзу. Там ВВП на доселе слишком низкий, он ниже болгарского. И население 75 миллионов приблизительно. То есть никто сегодня не примет столько людей в Европейский стадион. Но это не то, что мне это не нравится, это реальность, с которой требуется считаться. Следует так, чтобы признать, я не понял вопроса Максима. Может быть, я немножко не понял вопрос. Касался отсутствия популярности, так сказать, цивилизации конфликта. Как вы можете подойти вопрос немножко? На мой взгляд, Европа сейчас может выйти из кризиса только в том случае, если национальные правительства отдадут часть своих полномочий в какие-то общие европейские структуры. То, что вы говорите, централизация. Но правительства наверняка не хотят этого делать. Более того, они борются за электорат и не хотят идти на непопулярные меры. И в этом противоречие есть. То есть нужно отдать часть своих полномочий и потом быть непереизбранными. И в этом проблема, на мой взгляд. Это действительно очень трудная ситуация для политиков, которым нужно считаться электоратом для многих граждан. Самый главный вопрос для них с точки зрения ментальности – это национальная политика. Это приоритет. И тот кризис, который сегодня возник в Европе, он говорит им о том, что для того, чтобы преодолеть этот кризис, требуется больше усилий производить в рамках Евросоюза. И это противоречит каким-то мерам. И при этом не очень популярные меры, конечно. И, можно сказать, германский канцлер, он сделал заявление о том, что сказал, что ответом на этот кризис может быть только больше Европы. Больше Европы и большее количество европейцев говорят, почему. Почему Европа создала здесь этот беспорядок. И этот конфликт нужно действительно как-то разрешать. Я пытался вам объяснить, что самая большая проблема, одна из причин этого кризиса, Кризиса не единственная, но одна из причин этого кризиса заключается в том, что самоконструкция, компромисс между централизацией и децентрализацией в плане еврозоны, если односатон был заложен неправильно, сформирован неправильно, и сегодня нужно его, так сказать, исправить. И то, что нужно было сделать здесь, лет назад, сейчас пытаемся делать в том положении, когда у нас возник уже кризис, в кризисном положении. То есть, ошибки, которые были сделаны тогда в свое время. И тогда они не хотели иметь такую централизацию, которую они хотели обеспечить для общей валюты. Продолжаем, прошу. Прошу, сударыня. Евгения Храмова, Татарстан. Скажите, пожалуйста, в последнее время в Европе наблюдается перекладывание финансовых проблем на муниципальный уровень, очень часто, с регионального даже. Вот такое усиление муниципальных хозяйствующих субъектов, чем будет чревато для Евросоюза? Не грозит ли это еще большей децентрализацией? Сильный хозяйствующий субъект на муниципальном уровне – это здорово, это хорошо. Евросоюзу – это как? Спасибо. Тимур Кабаля, Грузия, прошу. Микрофон. Спасибо. Кабаля Тимур, Республика Грузия. Господин Лансфорд, огромное спасибо за интересное выступление. Вы упомянули о государствах-претендентах в Европейский Союз. И хотел бы у вас узнать, есть ли перспектива у Грузии вступления в Европейский Союз, так как Грузия является реформатором номер один в Европе. Спасибо. Так, и вопросы с Болгарией давайте примем. Анна, прошу. Анна, вам можно говорить по-английски? Можно. Можно. Спасибо. Hello. Спасибо большое за то, что вы поделились своим мнением. У меня вопрос следующего порядка. Несмотря на то, что конфликт, о котором вы говорите, вполне очевиден, речь идет о конфликте между децентрализацией и централизацией, на мой взгляд, крупнейшая проблема состоит не столько в усилении централизации, но в том, что собственность теперь делать. И то, что вы говорили об Испании, в частности, меры, которые принимаются, например, политика в отношении треть-юнионов, повышение пенсионного возраста, все это, в общем-то, давно делалось. И тем не менее, как мы видим, этого недостаточно. Эти меры не работают. У Испании самый высокий уровень безработицы в Европе, как в сущности и у Болгарии, между прочим, страны, из которой происхожу я. Но мы тоже все следуем этим, собственно, мерам и программе по затягиванию поясов. Тем не менее, ничего из этого не работает. Как вы расцениваете перспективы противостояния безработицы и повышения, собственно, экономического роста? Каковы перспективы? Подтвердите ли вы, что когда господин Папандрео приехал в Брюссель впервые, никто в Европейской Союзе не знал, что происходит в Греции поначалу? Правда ли это? Ну, что касается усиления муниципалитетов. Да, есть тут определенное. Если посмотреть на государство с федеральной системой управления внутри Европейского Союза, большинство государств, членов, в частности, например, Австрия, Бельгия, это федеральные государства, основанные на принципах федерализма. И речь идет не только о национальном уровне, но и о так называемых субъектах федераций. И я знаю, что в контексте Германии, в силу соображений ее фискальной дисциплины и необходимости консолидации государственных финансов, муниципалитеты в настоящее время обращаются на федеральный уровень за дополнительными субсидиями для поддержания качества и уровня муниципальных услуг. В зоне Евро-17 государств членов – это не основной фактор озабоченности. Но в целом вопрос о муниципальных финансах в основном относится к компетенции федеральных государств, а не к компетенции Брюсселя. Что касается перспектив Грузии, входа в ЕС, я, честно говоря, ничего не могу сказать вам по этому поводу, я ничего не знаю. Собственно, то, как развиваются ситуации в Грузии, многое будет зависеть от того, как будет развиваться Европа. И это, конечно же, относится к Армении, в частности, например. Но во многом это соотносится к перспективам развития самого Европейского Союза. Предполагается ли, что Европе удастся, например, договориться с Турцией, что может подразумевать географическую непрерывность такого гипотетического укропненного Европейского Союза. В случае достижения договоренности с Турцией, интегрирование закавказских республик будет, конечно, гораздо более прозрачным и потенциально возможным процессом. И, конечно же, что касается реформ, в общем-то, у Армении и Азербайджана, в частности, неразрешенный территориальный конфликт, а мы не хотим видеть неразрешенные территориальные конфликты внутри Европейского Союза. У нас уже есть один такой пример, два даже примера. Пример Кипра, пример Ирландии. Нам этого, уверяю вас, вполне достаточно. Поэтому конфликт вокруг Нагорного Карабаха, очевидно, должен быть разрешен до тех пор, пока речь может вообще зайти об интегрировании закавказских республик. И мне бы хотелось быть с вами вполне откровенным, говоря это. К вопросу о том, что делать. Это, конечно, вопрос первоочередный еще в Европейском Союзе. И, иными словами, достаточно ли предлагаемых мер для фискальной консолидации и спасения системы государственных финансов? Ну, я полагаю, что ее недостаточно, но эта программа неизбежна. И об этом необходимо помнить, когда мы говорим об Испании, в частности. Вопрос о высокой безработице в Испании была высокой безработице даже в относительно процветающие времена. Собственно, уровень безработицы среди молодежи в Испании на совершенно недопустимом уровне и всегда был на этом уровне. Поэтому, если говорить о Германии, например, и, кстати, я никогда не стал бы голосовать за господина Шрёдера. Господин Шрёдер и Социал-демократическая партия либерализовала рынок труда и фактически упростил процедуру увольнения людей, что означает, что он усложнил процедуру увольнения и принятия на работу. Итак, вопрос о фискальной консолидации. Второе – это структурное реформирование. И третье – это политика, направленная на возможность дальнейшего инвестирования внутри и вне зоны евро. И это, пожалуй, фактически обобществление долга. По крайней мере, частичное обобществление долга. Я, в общем-то, возражаю против этого, потому что мы знаем последствия не совсем ответственного поведения, но, тем не менее, должны быть пути этих трёх шагов, а именно фискальной консолидации, структурных реформ и, наконец, расширение возможности инвестирования евро. Именно только три этих фактора смогут спасти Европу от кризиса в экономическом контексте. И, наконец, конечно же, вопрос преимущества. Конечно же, Болгария ближе к Греции, и вам было виднее. В Брюсселе не столько удивлялись тому, что произошло в Греции, потому что мы знали, что в Греции происходит, но мы удивлялись тому, что премьер-министр Греции, но вы только подумайте об этом с точки зрения дипломатии, да? Итак, премьер-министр Греции должен был поехать в Брюссель и сидеть за столом 26 другими премьер-министрами за одним столом и вынужден был сказать им, что система в моей стране прогнила абсолютно и настолько коррумпирована, что это привело к краху системы государственных финансов. Господин Папандрео сделал именно это. Он сделал это в Европейском Союзе. Это совершенно унизительное положение. Коррупция фактически привела к слому государственной машины Греции, привела к системе непотизма, перекрещивающихся семейных и родовых связей. Вся страна зиждилась на основе коррупции. Если это фактически относилось к продаже государственных предприятий, их приватизации, речь идет о торговле госдолжностями, система это фактически потерпела. Крах. Приведу вам просто пример. Германское министерство здравоохранения Германии, немецкое министерство здравоохранения, которое призвано обслуживать население 82 миллиона человек, 600 сотрудников всего. Греческое министерство здравоохранения, 10 миллионов населения, 1800 сотрудников Минздраве. После каждых выборов, будь то социалисты или консерваторы, которые, соответственно, пришли к власти, нанимали своих родственников на работу в соответствующем министерстве, и это относится ко всем министерствам Греции. Итак, удивлялись ли мы тому, что в Греции проблемы? Ответ нет, этому мы не удивлялись. Мы удивились тому, какова глубина этого кризиса. Мы удивились, и теперь мы пытаемся как-то с этим справиться, мы пытаемся как-то исправить эту ситуацию, потому что вполне понятно, что мы заинтересованы в Греции, заинтересованы в государстве, члене Греции. И, конечно, наши отношения с Грецией простираются далеко за пределы финансов и финансовой политики. Мы ни в коем случае не можем допустить развала или краха этой государственной системы. Вы следующий будете. Это один из самых заслуженных наших выпускников, коллеги. Зубайру, Зубайру, Дагестан. Я так понял, мы попытались найти причины экономического кризиса в некоторых странах Евросоюза и пытались найти их в разрезе новые члены Европейского Союза, старые, в разрезе, кто из них более децентрализованная экономика или централизованная, и даже по уровню коррупции. Не кажется ли вам, что, когда вы отмечали те страны, которые находятся в кризисе, несомненно, это Греция, Италия, Испания, даже немножко Франция, нет ли здесь географической какой-то закономерности? Мне, как представителю самого южного региона России, было бы интересно это послушать. Вопросы из Казахстана. Вопросы из Казахстана. Жакебеков Тимирлан, Республика Казахстан. Уважаемый граф Александр, пользуюсь случаем, что я знаю, что вы являетесь членом свободной демократической партии Германии, хотел бы задать вопрос. Недавно прочитал такую книжку, написал ее Тила Сарицыни, называется «Германия самоликвидация». Вы знаете эту книжку, и кто, ну, не считал, объясню вкратце, Сарицына высказывает свое мнение о том, что Германия будет через сто лет другим государством, Европа будет другая, проблемы иммиграции страны, и тем самым пользуется вопрос. Ваше мнение, согласны ли вы с Сарицыни, так и по опросу известного журнала Германии, 48% немцев считают, что Сарицын не прав. Несмотря на политику с других, скажем так, политических партий. Также в Европе идет дискуссия об исламизации, и вообще, как вы думаете, действительно ли политика мультикультурности в Европе провалилась? Считаете ли вы вообще приемлемым запретом строительства, допустим, минаретов в Швейцарии и запрет хиджаба во Франции? Если мы говорим уже по Европе, ваше мнение хотел бы я послушать. Спасибо. — Глаза разбегаются буквально, коллеги. Судару не прошу. — Михальцова Татьяна, Костромская область. У меня такой вопрос. Вы очень много говорили о большой лояльности Греции. И мне хотелось бы знать, раз уж страны Евросоюза пошли на встречу Греции, какие существуют методы контроля, и есть ли какие-то рекомендательные направления, настоятельные в области выхода из кризиса в стране. — Коллеги, позвольте мне присоединить еще свой небольшой уточняющий вопрос к этой серии. Я хотел бы уточнить у вас, уважаемый граф, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что на Хорватии, судя по всему, закончится расширение, а переговоры с Сербией, которые ведет Европейский Союз, они ни к чему не приведут в ближайшее время, на ваш взгляд? Спасибо. Спасибо за вопросы. Вопрос о географической закономерности проблем. Я полагаю, что это слишком упрощенный подход и слишком простое объяснение. Не думаю, что оно нам поможет, такое объяснение, потому что география и экономические реформы не слишком соотносятся. Да, конечно же, на севере Европы часто говорят, посмотрите на этих ленивых южан, но на юге зачастую говорят, посмотрите на этих жадных северян и умников северян, которые притворяются, что они знают все, что они все знают. Ну, конечно, в Европе ведутся такие разговоры, но в целом я не думаю, что это, например, упрощенный подход. Я считаю, что это упрощенный подход. Например, Словения. Государство находится на юге Европы, однако у него нет почти никаких экономических проблем, ну или они минимальные. В общем-то, тоже относится к восточно-западным. В общем-то, Дональд Распель несколько лет назад говорил о Старой Европе и Новой Европе. Не существует больше Новой и Старой Европы. Я бы позволю себе принести несколько примеров о том, как это развивается в общем, скажем так, потоке. Министерство иностранных дел Польши послал делегацию в Берлин и министр иностранных дел Польши говорил, что он, как министер иностранных дел Республики Польши, в своем докладе не боится слишком усилившейся Германии и лидерства Германии, а боится, наоборот, ослабления германского лидерства. Если вспомнить историю германско-польских отношений за последние полтора века, за последний век, подумать о том, что министр иностранных дел Польши приезжает в Берлин и говорит о том, что он совершенно не опасается усиления Германии, поверьте, это действительно лучшее свидетельство в пользу успеха проекта европейской интеграции. И именно поэтому я с большой неохотой обсуждаю какие бы то ни было географические факторы с точки зрения севера и юга, и востока, и запада. Премьер-министр Италии сегодня, господин Монти, он настолько же южанин, насколько и его предшественник, господин Берлускони. Тем не менее, между двумя этими людьми пропасть. Господин Монти вполне осознает ответственность итальянского правительства в сегодняшней Европе. И я поистине надеюсь, что ему удастся удержать Италию на положительной, на позитивной траектории. Возьмем Ирландию. Страна находится в кризисе, но уверяю вас, что это не южное государство. Это и, кстати, не на востоке. То есть, важно не география, а политика. Меня, кстати, удивил вопрос о книге, о книге господина Зрацци. Но можно ли говорить о мультикультуральности Европы или многокультурном укладе? Можно ли говорить о том, что Европе удастся интегрировать новые религии или иные религии и культуры в конечном итоге? Способны ли на это европейские общества вообще? Вы упомянули несколько выдержек или вопросов. Дело в том, что в темографическом контексте Европа находится не в лучшей ситуации. Да, мы чуточку лучше, чем в России с точки зрения демографии, но ненамного. Для того, чтобы поддерживать наше условное процветание и государство социального обеспечения, или благосостояние, которое фактически финансирует нашу жизнь в Европе, у нас нет никакого иного выхода, кроме как интегрировать в Европу новых людей, условно, пришлых людей, если можно так сказать. Очевидно, что в ряде государств это работает лучше, а в ряде хуже. За последние 15 лет мы, в частности, имели, например, потоки мигрантов из бывшей Югославии, католиков, православных и, конечно же, мусульман, как, например, боснийцев. Однако существует также абсолютно большой опыт, например, мигрантов из Турции и отношений с ними. Я не хочу слишком углубляться в вопрос эмиграции в Германии, но мы наблюдаем очень интересный пример в третьем поколении турецких иммигрантов, которые не ощущают себя интегрированными. Обращаю внимание, это турки третьего поколения, тогда как их отцы и деды считали себя, например, вполне интегрированными в немецкое общество людьми. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что у нас нет проблем. Конечно же, они у нас есть. Иммиграция из арабских стран, конечно же, ни в коем случае нельзя признать успешной. Тут у нас действительно есть так называемые параллельные общества в Европе. То есть общество почти с параллельной юстицией, можно сказать. Общество, в котором с женщинами относятся не так же без, соответственно, соблюдения принципов равноправия, где девушек не пускают в школу. Да, конечно же, и мы не хотим этого. Мы будем делать все необходимое для фактического обязательного введения своих ценностей. Что касается швейцарских мечетей и минаретов в Швейцарии, европейский суд, конечно же, запретит это. И швейцарцам не удастся запрещать строительство минаретов. Что касается Франции и хиджаба, лишь одна десятая процента женщин-мусульманок в Европе вообще могут или готовы носить хиджаб. Но, уверяю вас, это не основная проблема интеграции. Согласен ли я с автором книги, согласен ли я с господином Захатсином? Ответ – нет. Я считаю, что мы увидим успешную модель мультикультурализма в Европе, как его иногда называют, или многокультурного уклада. Наконец, последний вопрос в этой связи. Думаю о моей стране или о Нидерландах. В среду в Харькове пройдет футбольный матч между Германией и Нидерландами. У нас два польских игрока. Один турецкий футболист, один араб, один африканец. По-моему, немцев там нету, господи боже, в моей футбольной команде. Ну и что? Да, Шванштайгер. Последний вопрос. Да, но они все немцы, тем не менее. Они все выступают. И они, кстати, с гордостью носят вот эти белые футболки. Так, следующий вопрос. Я спрашивала, после вашего рассказа, вы очень много говорили о лояльности в отношении Греции, да, стран Евросоюза. Мне интересно знать, какие методы контроля существуют, и есть ли рекомендательные направления в области развития страны для выхода из кризиса. Простите, да, я не записал ваши вопросы, извините. Ну, что касается механизмов, конечно, надзора и контроля, они в первую очередь прописаны в положениях Европейского Центрального банка, Европейской комиссии и Международного валютного фонда. Греция подписывает соглашение с этими тремя организациями, институтами, соглашаясь на определенные условия, в соответствии с выполнением которых она получает следующий транш. В противном случае она не получает деньги. Если Греция не получает денег, то фактически Греция объявит дефолт. И, может быть, даже должна будет выйти из зоны евро. Иначе, если говоря, это процесс негациации, процесс переговоров. И не существует понятия институциализированного надзора, то есть некой Европейской комиссии по Греции, которая могла бы принимать решение на месте греческого парламента. Вовсе нет. На все эти вопросы и все эти соглашения должны ратифицироваться греческим парламентом. И их право соглашаться или не соглашаться. И они, соответственно, должны встретиться с последствиями своего решения, каким бы их решение ни было. Ну, я что к вопросу о Хорватии и дальнейшем расширении ЕС. Я, может быть, не совсем верно выразился. Я просто сказал, что Хорватия в долгосрочной, я не сказал перспективе, я не сказал в оставшееся время, значит, или в истории ЕС вообще. Но на длительную перспективу Хорватия станет последним государственным членом ЕС. У Сербии наличествует неразрешенный территориальный конфликт. В частности, до тех пор, пока Сербия не признала независимость Косово. И, соответственно, мы не ведем переговоров, и их не будет. И не будет новых государств-членов на длительную перспективу. И очевидно, что мы должны... Все еще существуют государства, которые хотели бы, в общем-то, вступить в ЕС. Но очевидно, что сейчас об этом речь не идет. В сценариях в середине 90-х годов очень часто раздавались вопросы к нашим зарубежным гостям, в особенности, а когда Россия вступит в Европейский Союз. Времена сейчас так изменились, что даже никому в голову не придет задаваться подобной темой. Что касается Сербии, то я, как российский гражданин, безусловно, не могу не переживать по этому поводу. Хотя, конечно, когда Сербия вступит в ЕС, мы туда будем ездить с визами, а сейчас российские граждане могут туда ездить без виз. Но просто сербов жалко, они так хотят в ЕС, а их не берут. Коллеги, мы не успеем принять еще три вопроса, поэтому переходим на очень такую краткую схему. Один вопрос, один ответ. Владимир, прошу. Это наш выпускник, коллеги. Добрый день. Владимир Иванов, Чувашия. У меня в продолжении нашего разговора вопрос относительно виз российских в Евросоюз. Я думаю, что все хотят знать, в ближайшее время возможно ли отмена этих виз, либо какую перспективу вы видите. Спасибо. Спасибо. К вопросу о Сербии. И интересно о том, что в 90-х странах. Знаете, какая первая страна? Самая первая страна, о которой мы говорили, для расширения Евросоюза в начале 90-х. Беларусь. Вот страна, о которой мы говорили в качестве возможного первого государства-члена на Востоке. Но, конечно, никто об этом сейчас больше не говорит. К вопросу о Сербии. Господин Николич, насколько я знаю, исповедующий националистические взгляды, Европейский Союз – это постнационалистический проект. И мы фактически распределяем суверенитет между государствами-членами. И поэтому сложно, в общем-то, взаимодействовать с правительством, исповедующим несколько... Это не означает, что в европейских странах нет националистов. Вспомним Марии Ле Пен во Франции, вспомним финскую партию. Но они чаще всего все-таки не занимают большинство в парламенте, или просто не занимают большинство в парламенте европейских государств. Что касается виз, я не могу вам ответить. Я не знаю. Я знаю, что ведутся работы по облегчению визового режима для ученых, представителей профессиональных сообществ. Но я был дипломатом в течение ряда лет. И в качестве дипломата мне бы, конечно... И я либерал по политическим воззрениям. И я, конечно же, выступаю в полной мере за свободное передвижение людей. И вопросы визы, однако, визы, занимаются Министерством внутренних дел, а не Министерством иностранных дел. И МВД в гораздо большей степени заинтересованы в сохранении, как вы понимаете, порядка. И я, если честно, не слишком оптимистичен. Я думаю, что это будет очень постепенный процесс. Отведенное на сессию и стекло, а обеденный перерыв у вас всего один час. Что мне остается сделать, это просить вас поблагодарить нашего...